они все спланировали привычная форма поведения была нарушена была создана ловушка после этого полицейскую загнали к дому и подвели ее наверное к выстрелу для чего для того чтобы накормить и подготовить того кто должен прийти в этот мир 4 серия 3 сезона сериала из нев и так мне кажется я знаю зачем все это сделали те кто управляют нашими друзьями ночью при друзья и подруги вы на канале что посмотреть с вами ваш проводник мир искусства кино гражданин режиссер и давайте вместе пройдем через фромвель но выйдем в отличие от тех кто живут в этом городе и так приехала на скорой прямо к дереву как всегда вороны одна и та же форма поведения одни и те же действия но это бессмысленно понятно никак не убедишь тех кто едет вместе с ней что делать поэтому она выбрала разумные действия просто молчать и ждать когда они заедут в город но тут они еще колебаются и самое плохое они приехали ночью хуже не придумаешь самое худшее время и возможно это не случайно мы это должны тоже запомнить вдруг все это было спланировано ведь они не добрались с отцом виктора до дерева возможно было все спланировано что все произошло ночью эту теорию мы рассмотрим и вот они подбираются городу но проезжают дальше вот это надеялось фатима что они этого не сделают а дальше заготовочка ловушка для них лежит тело чтобы они вышли из машины я поэтому сейчас вам расскажу какая есть у меня теория зачем все это было сделано что все это было не случайно есть огромный план у наших ночных гостей или тех кто управляет ими а в это время будет находится у рэндалла в автобусе и тут мы узнаем пару вещей важных которые надо запомнить и оставить у себя ну первый момент во первых у бойда возникает вопрос а зачем ты вообще остался и нервы мне будешь трепать я же тебе предлагал поспать и тут рэндалл витиевато намекает что я вообще-то прошел через большее чем остальные здесь он не говорит чего того что преследует все еще его эта история хоть и будет вроде как спас их но цикады мы видели уже одну цикаду которую рэндалл видел перед встречей с бойдом прошлой серии а сейчас ночью снова будет это галлюцинация цикад которая будет преследовать его который кто-то управляет вот что заставляет его остаться потому что он еще больше может чем будет хочет узнать как выбраться из этого места и как разгадать что здесь происходит но дальше самое важное что говорит рэндалл что он говорит что есть некие закономерности формы поведения в отличие от остальных жителей фромвеля он единственный кто постоянно наблюдает за нашими ночными гостями он заметил закономерности каждый них действует в соответствии с некой программой формы поведения то есть они больше напоминают программы которых внедрена некая форма поведения и он прямо описывает кто что делает где сколько минут стоит и вот сегодня они почему-то первый раз за долгое время действуют вопреки программы значит кто-то эту программу переделал и сегодня программа настроена на другое на что нам прямо показывают когда скорая проезжает их ловушка создана в другом месте специально для того чтобы люди из скорой вышли и попали в эту ловушку то есть действительно здесь есть осознанные управляемый процесс и нашими друзьями ночными кто-то управляет сомнительно что у них столько интеллекта и мозга чтобы это они все понимали кто-то есть что-то большее здесь также что связано со всем этим кто наблюдал за этой картиной со скорой еще естественно семья табиты и здесь снова звонок звонок который джим пытался избегать звонок от сына которого нет в живых и в этот раз итан берет трубку и он дает им конкретную информацию говорит скорая приедет мама и нужно смелость и храбрость нужно ей помочь джим которого джули так просила проявлять вот эту волю быть отцом архетипом лидера такого человека который может успокоить наоборот их когда они в таком страхе и шоке джим снова выходит на эмоции его наполняет страх после того как он начинает говорить вот с тем кто представляется его сыном и говорит что твои дети уже не твои говорит ему этот голос и он сходит с катушек и срывает телефон достаточно агрессивно обратите внимание он хватает это на и начинает спрашивать что ему сказали то есть он должен был обратно и проецировать что уверенность а он показывает свой страх и еще больше пугает это на но итан выдал ему информацию конкретную про скорую и про маму и совсем скоро они убедятся что все именно так что здесь заводится какой механизм развилка две дороги какие ну первая дорога каким-то образом это действительно с ними разговаривает ушедшийся сын томас но это маловероятно как мы знаем а вот вторая развязочка дорога это кто-то из тех кто управляет этим местом и что таким образом они делают ловушка идеальная ловушка ведь сегодня дать информацию настоящую а завтра ты попадешь в капкан ведь они будут убеждены что этот голос помог им а он им правда помог с матерью поэтому если это будет не томас который в будущем будет иметь снова помогать то тогда это кто-то кто создаст вот эту возможность доверия ему а следующий раз использует их каким-то другим образом но вот ночью они действительно видятся окна как проезжает скорая и тут уже естественно джим выскакивает и бежит спасать свою жену и правда оказывается там табита но заметьте действительно они выстроены наши ночные гости как какие-то механизмы ведь они могли с легкостью съесть табиту и отца виктора но нет они съедают сначала тех кто вышел к ним двух человек оттуда навстречу потом начинают гнаться за той полицейской и отводят ее и вот это важнейший момент я считаю отводить а то биту оставили хотя могли съесть ее как будто специально это все планируется некий большой план им ничего не стоило ее съесть но они их не трогали и дальше мы увидим насколько очевидно что они прямо планируют это все после того как туда прибегут уже бойт они просто дадут ключи бой до бойду в руки просто дадут ключи то есть бой да не хотят убивать табиту не хотят убивать отца виктора не хотят убивать полицейскую загнали специально двигали ее к дому заметьте я объясню почему потому что мне кажется давайте уже здесь скажу что думаю мне кажется что этот выстрел который был сделан она в панике дело и попала в ники вот одна из главных целей было тех кто это планировал все для чего чтобы фатима покушала человечную кровь потому что там кто-то растет важный очень для этого места поэтому мне кажется все это было очень грамотно кем-то спланировано и одна из главнейших целей это этот выстрел в стекло может быть целей было несколько но то что одна из важнейших вот это это не случайный выстрел и все это не случайно было как и тогда продукты которые погнили это все делается для того чтобы там прорастал кто-то важный для этого места может быть здесь религиозные контексты есть вот нынешний антихрист мы об этом чуть позже с вами поговорим да дорогие друзья и подруги вы любите разбор и я говорил я сразу как только посмотрел первые два сезона и их только летом посмотрел я понимал что есть герой которых надо глубоко разбирать персонажей это конечно же бой это конечно же виктор и ссылка закреплена в описании на бусте разбор большой бой да уже есть подробный через что прошел герой кто он такой этот спаситель и исходя из архетипа его можно сделать выводы что он будет делать как он будет действовать все это подробно досконально я делаю в этом разборе также там есть второй ролик который youtube к сожалению пришлось там закрыл его по правам там подробно описывается та самая компания которая светилась на экране это большая пасхалка была в этом сезоне на экране отца виктора подробно разбираю про эту компанию все возможные теории два ролика уже на бусте по минимальной подписке настоятельно рекомендую сейчас подписаться потому что каждую неделю там будут дополнительно выходить разборы по извне и к концу будет огромное количество разборов которые вы просто можете по одной минимальной подписке посмотреть все сразу залпом обязательно впереди следующем будет разбор виктора но сейчас бой да это основополагающее там так что кому интересно ссылка в описании ну а мы возвращаемся сюда план прямо четко все спройт спланировано и что они опять играют вот эти mind games с бойдом какие снова проверяют его на прочность всех спасти тебе не получится спаситель выбирать рэндалл у нас остается либо ты увозишь этих и прямо ключ и мы не кушаем выбирай но тебе с этим жить потому что его ты оставил на съедение ты его кинул что сделаешь и будет принимает тяжелое решение как человек военный как прошедшие знавший невозможно до чтобы волки с этой овцы целы были он понимает что либо тех либо этих действительно поедет за ним сидят всех и он решает спасать этих доводит их также кто кто не до дому выходят туда и все конечно в шоке что то бита выжила все надо видеть их лицо начиная от бой до заканчивая остальными всеми но они требуют времени с джимом пообщаться а в это время здесь умирает некий и казалось бы вот как вовремя сюда пришла мариэль которая вроде как обладает навыками как вот медбрат медсестра помочь но заметьте как подозрительным образом вначале вроде как она все хорошо сделала вроде как шла она на поправку и резко ей стало плохо я не говорю что вместо воздействует но неожиданно резко вдруг ей стало плохо и она погибла погибла кто погибла вот эта девушка и дальше ее переносят в комнату и там фатима против просит элиса что она останется наедине а фатима уже видимо просто пока она там в крови находилась просто измучилась от вкусов она наверное уже чувствовала эти запахи она наверное уже по что она помните гнилые овощи она почувствовала сдалека поэтому может быть она уже здесь чувствует как вампир эту кровь и здесь мы видим как она начинает питаться прямо из раны сует руки и недостаточно у кого это желание у кого эти вкусы не у фатимы же а у того кто прорастает в ней и здесь я знаю что есть уже версии про непорочное зачатие что она вообще не могла беременеть и есть эта тема непорочного зачатия но вы знаете библейская здесь отсылки к новому завету постоянные вот здесь может быть 180 градусов обратно то есть да может зачатие и непорочной то есть она забеременела даже не от элис элиса но обратно и то есть это не спаситель в ней рождается антихрист то есть придет тот кто уничтожит всех возможно она носит в себе того кто в конце должен всех убить здесь находящихся такой вариант нельзя исключать но факт что в ней растет зло также надо запомнить это было кусочком но тем не менее элджин здесь находился и снова видит эту мумию и уже все больше вот когда ты сможешь мумию которая просит помощи есть ощущение почему-то что хотя волосы другие прямые не курчавы что речь идет о табите что это она потихонечку превращается в эту мумию но пока что как-то сложить эти два кусочка пазла не получается на здесь сейчас я вам покажу главное как сценарий прописывают авторы вы помните я это видел я очень хорошо читаю как пишут сценарий но вижу эту руку сценариста и часто указываю на это подробно посмотрите другие разборы я говорил эту вещь про дон еще раз напомню вам пока у всех есть эти безумные не у всех а у кого-то теорию что дона засланный казачок что дона на самом деле работает на всех здесь я увидел сценарий совершенно другое напомню вам здесь есть выстрел ружья который был заряжен другой серии вы возможно не заметили этого а я очень много уделил этому внимание здесь в начале этого сезона был разговор у доны с бойдом вспомните а дона как и жена бойда какая железная такая дона тоже можно ее также назвать до который никогда не проявляет слабости никогда не проявляет вот этих эмоций сомнения всегда уверенная в себе всегда соберись тряпка вот такая она железное стержень у этой дамы и мы это знаем и вот там я увидел я вам говорил что уже дона на грани находится посмотрите мой разбор кто не видел я груз сценарно здесь нам это пишет дона находится на грани и когда будет говорил о своем плане она там начинала волноваться она не уверена была что вообще что-то может получиться уже и они когда говорили будет пытался подойти к ней если вы видели тронуть и он так не трогай меня я тогда сказал почему это ее защита пропустить эмоции это проявить слабину она не может она в железном панцире она никогда не проявляет слабости не показывает и если она раскроется позволит кому-то поплакаться в жилетку да то она ослабеет совсем этой удерживает дону и тогда нам это четко показали я здесь говорил что дона хоть и она железная леди она сейчас на грани и вот это ружье которое заряжали в начале сезона выстрелила здесь когда вдруг бойт сошел с катушек увидев как ники умерла и на эту полицейскую срываться начал дон так а ну-ка быстро как всегда в ее характер пойдем поговорим он-то был уверен что она сейчас ему мозги то будет прочищать опять соберись тряпка говорить и он закрывает дверь уже говоря что да сейчас будешь мне мораль читать и вдруг он видит вот ту железную дону рыдающую взахлеб сломавшуюсь испуганную чтобы никто не видел кроме него потому что она понимаете на нее смотрят как и на бой да если они сломаются остальных будет паника просто огромная она здесь расплакалась и вот позволила сняла себя вот эти броню и панцирь и позволила себя успокоить защитить и чтобы пришлось бойду ее успокаивать здесь обнимать понимаете какой мощное ружье они зарядили с доной вот там это было прописано в сценарии я это говорил там она там была они какая не засланная дона это было видно что она прямо на грани где-то должна сорваться вот она здесь сорвалась это очень интересно ведь у него ровно такая жена я это в разборе про бойда говорю железная была которая не показывала эмоции не проявляла их но бывает момент вот у этих железных когда они сломаются вот у него жена сломалась тогда и он не обратил внимание вот сейчас похоже очень по типу поведения женщина рядом с ним сломалась шикарная арка вот это мне очень нравится с доной здесь и сейчас а разбор конечно же виктора и сары это отдельный ролик будет подробно чтобы поговорить о всех взаимосвязи о том что он там видел к чему они идут и опять же сценаристы здесь очень здорово прописывает вещи если вы видите сценарий очень четко я об этом позже поговорю так что вот так вот очень шикарная серия подводя итог невероятно дима дима динамичная вкусная серия одно было удовольствие кто жаловался что уже буксует что-то вот эти диалоги вот здесь было по моему все если уж здесь кто-то будет жаловаться но вы не хороший человек просто ну а вы были на канале что посмотреть с вами был ваш проводник мир искусства кино гражданин режиссер до скорых встреч пока